Отец Александр, здравствуйте! Добрый день! В дни Страстной Седмицы в средствах массовой информации появилась публикация о том, что, я могу даже зачитать её, православных кубанцев не пустят в храмы на пасхальные богослужения. Прокомментируйте, пожалуйста, эту информацию, как в храме Рождества Христова пройдут пасхальные богослужения. В нашем храме, конечно, пасхальное богослужение будет проводиться, как и в других храмах. Но особенность этой пасхальной ночи будет заключаться в том, что пасхальная служба будет проходить на паперти и с крестным ходом вокруг храма, а затем совершится утренняя и божественная литургия, в которой все, кто придёт на эту пасхальную ночь в храм, смогут не только стать участниками пасхального богослужения, но и, конечно же, причаститься к святых христовых таинств, особенно те, которые соблюдали весь Великий пост и участвовали в богослужениях Страстной Седмицы. В последние дни Страстной недели также будут проходить в храмах богослужения, как они и проводились. А вот что касается изменений, это только одной пасхальной ночи. А уже утром у нас будет совершаться поздняя литургия в Верхнем Храме, в которой также могут принять участие наши прихожане, и в том числе прославить воскресшего Христа. Поздняя служба в Верхнем пределе Храма Рождества Христова пройдёт в 9 часов утра. Отец Александр, будет ли в этом году по традиции встреча благодатного огня в аэропорту города Краснодара? Если Господь благословит и благодатный огонь сойдёт в этом году на гроб Господень в Иерусалиме, а мы знаем, что только в одном месте в Иерусалиме, и только в один день в Пасху, и по молитвам православного иерарха благодатный огонь сходит на Святой Земле, то, конечно же, уже организован рейс, который привезёт на Кубанскую землю благодатный огонь, и, даст Бог, мы будем его встречать, и, конечно, привезём его в собор и в наш рождественский храм, для того, чтобы люди смогли не только зажечь свои свечи от этого благодатного огня, но самое главное, ещё больше согреться праздником Пасхи, чтобы свет Христового Воскресения озарял всю жизнь и утешал людей в эти непростые дни, которые мы все переживаем. Отец Александр, многие спрашивают, ну когда же будет освящение куличей в нашем храме? Сразу после завершения службы Великой Субботы, это уже с 12 часов дня, начнётся через определённый промежуток, буквально через каждые 20-30 минут, освящение в нашем храме куличей, пасах, снедий, которые уже люди будут приносить для пасхального освящения. Это освящение продолжится не только с 12 до начала ночного богослужения, но и сразу по его завершении, и в течение всего воскресного дня, уже 2 мая, до вечера в нашем храме будут освящаться куличи и пасхи. А что планируется на территории храма в день Пасхи, 2 мая, воскресенье? Наших прихожан на эту Пасху ожидает много различных мероприятий с участием воспитанников православной школы, которые готовят и пасхальный концерт, и интересные мероприятия, различные даже сценки, игры. И на нашем казачьем хуторке пройдут особые мероприятия, это и мастер-классы по изготовлению металлических, древесных поделок, по производству всевозможных кондитерских изделий. И, конечно, это всё можно будет и не только увидеть, но и попробовать, и даже что-то приобрести. Кроме того, будет, конечно же, много радости, потому что Христос воскрес, и каждый, кто приходит в этот день в храм, он должен почувствовать эту радость. И главными носителями этой радости, конечно, являются наши дети. В этом году президент России объявил выходные на майские праздники, которые в этом году совпадают со Светлой Седмицей. Что для наших прихожан, для нас, наш храм Рождества Христова приготовил в эти дни? Ну, во-первых, во всех храмах будет эта неделя как один день, как одна Красная Светлая Пасха. Будут проходить ежедневные богослужения, ежедневные после литургии крестные ходы, с ликованием, радостью, украплением святой водою. Всех, кто придет поучаствовать, особенно поблагодарим нашего президента за то, что в эти пасхальные дни он предоставил возможность всем желающим посещать всю светлую пасхальную неделю в удобное для себя время пасхальной службы, в близлежащих храмах, где живут люди и посещают этот храм. В эти светлые пасхальные дни, 5 мая, мы имеем радостное известие о том, что в нашем храме Божественную Литургию возглавит его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Митрополит Григорий. И мне, пользуясь возможностью, хочется пригласить всех наших прихожан в половине восьмого утра на встречу нашего Владыки, на пасхальную Божественную Литургию, которая будет в том числе для тех, кто не сможет посетить службу, транслироваться на нашем YouTube-канале, так же, как и пасхальная ночная служба тоже будет транслироваться для тех, кто находится дома по причине болезни, или в отъезде, или далеко от нашего храма, но хотел бы душой и сердцем разделить с нами пасхальные торжества. Благодарим Вас, Отец Александр, за то, что Вы ответили на волнующие наших прихожан вопросы. Теперь мы знаем, что праздник Пасхи у нас состоится. Непременно! И да поможет нам в этом Христос!